Суд не связан с мнением государственного обвинения и должен означать наказание соразмерное садейному с учетом принципа справедливости и достаточное для исправления осужденного. Об этом рассказал судья, который председательствовал по самому громкому делу последнего времени о коррупции в Акимате Кустаная. Это касается приговора одному из подсудимых Леониду Васильеву. Напомним, суд назначил ему 14 лет в колонии строгого режима, а обвинение просило 12. По мнению суда, Васильев во всех рассмотренных в суде преступлениях играл самую активную роль. Помимо того, что он передавал должностным лицам взятку, он еще параллельно искал свою выгоду и присваивал денежные средства. То есть говорил 10%, как он сам заявлял в суде обседания, большую часть денег присваивал себе. Предпринимателям Васильев, как сказал Юрлик Сиралин, звонил лично. Об этом свидетельствуют послушанные в суде записи и распечатки телефонных разговоров. Он лично звонил, прикрывался должностными лицами Акимата, в том числе Акимовой области, по смыслу, и вымогал взятки. Поэтому ему больше, чем остальные. И такой срок, по словам судей, не максимальный. Если, к примеру, по протесту прокуратуры дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, то коллегии может быть назначено и более суровое наказание, допустимое в рамках санкций статей. Вместе с приговором судей было вынесено и частное постановление в адрес прокуратуры области. Как выяснилось, с арестованных счетов подсудимых и некоторых их предприятий были сняты деньги, которые теперь подлежат конфискации. Народный банк Казахстана, счет Ахмеджанова 2 миллиона 432 тысячи 960 тенге. Дюсеновый, это супруга Бетибаева, счет 19 тысяч 970 долларов США. Каскоммерсбанк, счет Дюсеновый 44 тысячи 220 долларов США. Каспий Банк, расчетный счет ТО Шартостыб 53 тысячи 300 долларов США. И второй же счет этого юридического лица 1 миллион 318 тысяч 395 тенге. Теперь надзорный орган должен проверить закон о снятии этих денег, так как для банковских работников постановления даже органов досудебного расследования об ограничении банковских операций и тем более судебный арест должны быть обязательными к исполнению. Также судья пояснил, что в отношении директора ТО АИФ Аркадия Воловского материалы выделены в отдельное уголовное производство по статье «Дача взятки». Напомним, на протяжении всего процесса у подсудимых их защитников вызывало массу вопросов его отсутствия не только в суде, но и на территории Казахстана, а также вопрос о его процессуальном статусе. Дмитрий Гуренко, Деяр Ахмедчин, Виталий Луговской, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова